Мы хотим говорить про епископа. Мы поговорили про то, что епископом может стать только человек неженатый, в смысле находящийся в состоянии уже неженатости. Можно сказать, теоретически разведенный или вдовец. И перед тем, как стать епископом, он действительно принимает как минимум формально монашество, монашеские обеты и возводится в архимандрит. После этого его рукополагают и епископы. Что в себя включает епископское служение? С одной стороны, он должен быть тем же, что и священник. Он выполняет таинства, обряды, но помимо этого на нем лежит еще большая административная нагрузка. Это человек, который возглавляет местную церковь, в какой-то области или сейчас в какой-нибудь районе области. И он обладает правом ставить других священников. То есть на нем еще лежит ответственность по тому, чтобы те люди, которых он поставил в священник, чтобы они отвечали в своей должности. Но на практике все это выливается в то, что у него огромное количество дел по разбору всяких казусов, проблем и так далее. Потому что с приходов всегда пишут ему, этот священник не то делает, кем-то недовольны, ему приходится во всем этом разбираться. Он также обладает правом и возможностью запретить священника в священном служении. То есть если священник, например, проштратился, совершил какое-то действие, которое не позволяет ему дальше служить, он может его наказать. То есть он может его временно лишить священного, точнее временно лишить возможности служить, запретить ему служить какое-то время, вплоть до исправления. Такие случаи тоже были, когда священникам запрещают, есть они такие случаи, когда им запрещают служить, и они занимаются чем-нибудь таким, они могут там читать в церкви, петь, но не служить как священники. Также в средние века и впоследствии, даже уже и в новое время практиковалась практика ссылки, например, тех же самых священников в какие-нибудь отдаленные монастыри. Их могли ссылать на соловки, еще куда-то под присмотр братьев, чтобы они там несли покаяние и исправлялись. Сейчас такое редко бывает, но тоже бывает, потому что сейчас у нас все-таки люди более свободны, в том числе в том, чтобы слушаться епископа или нет. Но те люди, которые понимают, например, что они действительно проштрафились и хотят свою вину как-то заглазить или сами исправить, то они действительно выполняют эти, несут смиренные эти наказания. То есть там не служат и вот. Но для священника на самом деле запрет служить это достаточно серьезное наказание, потому что он в том числе зависит от него и от своего служения и в материальном плане. Да, священник он, особенно если у него семья, то и семья его кормится с того, что священник получает за свое служение. Также он может, есть такой термин, извержение Исана, то есть он может, епископ может, священник, извергнуть Исана, лишить его перманентно, постоянно возможности служить. То есть с него снимается священный Исана. Есть некоторые такие нарушения, за которые теоретически священник, ну и епископ, соответственно, может быть извергнут Исана. В частности, это убийство, особенно если это вольное убийство. Да, но также из-за невольного убийства священник тоже, как минимум, он не, ну как правило, не служит после этого. Даже если он случайно так получил, что он там ударил кого-то и человек умер. Также сюда относятся теоретически и то, что называется прелюбодеянием и блудом, если священник изменил своей жене. Или, ну как правило, это бывает, когда это становится заметным, естественно, да, бывают, к сожалению, сейчас такие случаи, когда священник открыто, с кем он еще живет, отвергает свою жену. И в таком случае он должен быть также извергнут Исана. Ну это вот основные такие нарушения, хотя, безусловно, есть разные другие. Конечно, есть такой вопрос, как там падение в верес или раскол какой-нибудь. Да, сейчас тоже такие случаи есть, когда священники почему-либо уходят от такого общего учения церкви и тоже их лишают этого Сана. Ну это одна из таких трагедий больших в жизни священника, драм, что ему после этого приходится, ну по сути, жить уже как вот обычный человек. Давайте посмотрим на внешние атрибуты архиерейства. Вот мы видим здесь картинку, здесь фотографию архиерей в полном облачении. Что у него есть отличающегося от священника? О, кстати, я вот забыл, точнее на той фотографии это было, не было, да, и Петрофиле, да? У нас кажется, завис компьютер. Такая жалость. А, нет, все, нормально, он вернулся. Я забыл, когда у нас была фотография со священником, я забыл сказать про Дипетрофиле. Это тоже атрибут священника, очень важный, любого священника. И это как бы сложный вдвойне Арарий. Помните, вот у Арария у дьякона такая полоска, здесь это как бы сложенная в два раза Арарий, который висит через шею. Трахео по-гречески это шея, поэтому эпитрофиль это на шейное облачение. Она скрепляется и с пуговками, и с двух таких вот полосок сделаны. И это атрибут как раз вот власти священника, его служения, без которого он не совершает какую-либо службу. Символ той благодати, которая на нем есть. Значит, в Петрофиле есть также архиерея. Также архиерея надевает не только крест, но и панагию. Это иконочка, на которой изображена Божья Матерь со Христом. То есть он одевает крест и панагию. Панагия по-гречески означает все святая, и это атрибут Божьей Матери. Также архиерея надевает Митру. И сейчас на Митре устанавливает сверху крестик, который показывает, чтобы отвечать его от священника. Священника сверху такого крестика нет. Также архиерея надевает на себя дополнительный, значит, сверху надевает еще один такой кафтан, балахон, который называется сапкос. Сапкос. И это был византийское время атрибут царской одежды. То есть это было верхнее облачение царя, красивое. То есть, грубо говоря, еще один вот этот вот балахон, который надевал царь, чтобы подчеркнуть его значимость. Он был очень красиво украшен. И со временем епископам была дана такая, были даны такие полномочия надевать в себя еще и сапкос. Причем не всем епископам изначально, а только самым важным, это предстоятелям церкви. Потом это просто распространилось на всех архиереях. И также еще одним таким визуальным символом архиерея является омофор. Вот мы там видим, справа нарисован малый омофор. Это то, что, вот я могу показать мышкой, вот это, да. Это что-то похожее такое на, то есть тоже такая полоска ткани, которая напоминает чем-то диаконская орагина, совершенно закрученной по-другому. Вот это символ такого власти архиерея и надевается сверху. Также есть какие-то еще вещи, значит, если он не служит, а просто в такой полуофициальной ситуации, естественно, не в бытовом общении, не в бытовой ситуации, но когда он не совершает обряды, он может одеть епископскую мантию. Она сейчас традиционно такая фиолетовая, а у более высоких епископов она голубая. И тоже пишут их инициалы. Также что еще сопутствует архиерею? На службе он стоит на круглом коврике, который называется Орлец. На нем изображается орел, летящий над городом. И это символ высоты его служения, его проповеди, которые он должен соответствовать. Ему в руки дается жезл, как символ власти. Потому что, как вы помните, жезл – это такая палка, на которую можно опираться. Это символ старейшины, человек, который уже в годах, в таких преклонах, ему нужна палка. Но в то же время этой палкой он может и поколотить. То есть, своего рода символ такой вот власти. Также на службе он пользуется двумя такими подсвечниками. Он благословляет людей трикирием и дикирием. Все это, естественно, греческие все слова. То есть, это две соединенных свечи и три соединенных свечи. И он держит их в двух руках и благословляет. Также на архиерейской службе ходят с репидами. Репиды – это такие, сейчас уже символически, апахала. Изначально это апахала, которые использовались для обнимания насекомых от сановных лиц. И в том числе от алтаря, от престола. Сейчас они достаточно условные, они металлические, с изображением Серафимов. Но вот тоже это атрибут архиерейского богослужения. То есть, максимальная такая пышность и торжественность Византии. Она здесь присутствует. Мы видим много разных облачений, всяких свечек. Также, естественно, с архиереем всегда ходят несколько человек на службу. Его помощники. Но это вот при полном служении. Хотя есть, безусловно, такие очень скромные архиереи, которые служат как священники. Был такой вот митрополит Антоний Сурышский. Говорят про него, что он раз всего или два в году служил по полному архиерейскому чину. А так он не любил вот эту пышность. Афициоз византийский такой. Он служил очень по-профту. Но на самом деле это смотрится довольно красиво. Людям нравится, когда служат архиерей, потому что все это максимально торжественно и красиво. Сейчас, я думаю, что мы можем с вами, кстати говоря, я тут открыл, можно посмотреть на рукоположение и как, по-моему, это священники, как священнику дают это облачение и пойдут ему акции. Утро воскресного дня. В Борисове, в храме благоверного князя Александра Невского, о том, что он снимает его арай, и надевает ему его на две стороны изначально, как и Петрохиль. Потом он, конечно, будет одевать уже готовые петрахели, а сейчас он делает... а, нет, просто с ним сняли... Слово. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Да, 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 это совершенно верно. То есть это общины, некоторые из них самые древние. В чем особенность строительства именно православной церкви? Да, Армения, Грузия. Но Армения формально не включает православную церковь, потому что они считаются монофизиками. Это уже долгий благословский спор, разговор. Короче говоря, каждая независимая церковь теоретически независима друг от друга. То есть все, над ними никого нет. Если над ними нет, грубо говоря, другой инстанции, кроме уже высшей невестной инстанции, главой православной церкви считается Христос, и каждая церковь, она независима. То есть нет такого единого главы человека, который был бы главой всей православной церкви. Только непосредственно Иисус Христос. Но на практике все это разделяется на такие страны, которые называются юридикциями. Есть Константинопольская православная церковь, это бывшая церковь Константинополя. Александрийская, в церковь Александрии. Сейчас, правда, никакого большого города Александрии. Египет, да. Но там сейчас в основном мусульмане, но историческая вот эта патриархия сохранилась. Антиохийская, там сейчас современный турецкий город Антакия, очень маленький, небольшой город, но исторически это был большой город, и в нем был свой патриархат. И до сих пор существует патриарх Антиохийский, в основном его все опасно в Америке и где-то по миру России. Но при этом, почему-то, что-то, что-то не в Антакии, а в Дамаске. Ну, да, да, спасибо за вас. Историческое такое историческое название. Историческое название, да, историческое название. Иерусалимское, там тоже есть древний патриархат, хотя количество прихожан там не очень большое. Следующее идет в списке, это русская православная церковь. На данный момент самая большая, самая обширная церковь. Дальше идет грузинская, очень древняя тоже церковь, древнее, чем русская. Сербская независимая церковь, румынская, болгарская. Все это церкви, которые появились довольно недавно, так независимые, по сути, уже в 20 веке, конец 19-20 век. Церковь Кипра, старинная церковь, древняя, независимая. Элладская церковь появилась в 19 веке, когда Греция освободилась от турецкого владычества. И она стала независимой, хотя по большому счету она должна была бы быть включена в Константинопольскую. Польская и Албанская церкви, достаточно малочисленные церкви, но независимые. Чешских земель и Словакии. Это все церкви, которые, чешская и польская, румынская, болгарская, сербская, те, которые получили независимость благодаря усилиям русской православной церкви, они получили независимость от Константинополя. Православная церковь в Америке, которую не признают Константинопольцы, Константинопольский Патриарх, не признают ее независимость, потому что она тоже отделилась от русской церкви. И Македонская, это совершенно новая церковь, и вообще вот история на наших глазах, она появилась буквально два года или три года назад, ей даровала независимость сербская православная церковь. До недавнего времени, классической, это было 15 православных церквей. А он назывался Патриарх, там и Католикоз, Католикоз? Он называется Патриарх Католикоз. Да, Католикоз. Да, 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 название Католикоз. Ну, про это можно много говорить, на самом деле это уже ближе такая тема к юриспруденции, да, потому что у каждого из этих Патриархов есть своя юрисдикция. К сожалению, церковь существует в мире, и в нее тоже входят всякие страсти, поэтому сейчас мы с вами видим тоже период таких очень больших споров и пертурбаций. Когда русская православная церковь находится в ссоре, можно сказать, с Канцинопольской церковью из-за Украины, потому что Канцинопольский патриарх сделал что? Он сделал очень нитрелиальную вещь, очень, с одной стороны, смешную, с другой стороны, очень такую, ну, по большому счету, неправильную вещь. Дело в том, что до 17 века территория Украины находилась, дольше, чем территория центральной России, находилась в ведении Патриарха Канцинополя. Но в 17 веке он уступил эту территорию, отдал эту территорию под ведомство русской православной церкви, московской церкви. И нынешний патриарх, он сказал, мы отзываем разрешение 17 века, переподчиняем себе снова Украину и Киев, и после этого, формально ее себе переподчинив, он дал ей, как он считает, независимость. Возникла так называемая православная церковь Украины, которую признает, признает, естественно, патриарх Канцинополя. После этого с ним согласился Александрийский, Кипрский и Элладский предстоятели. Поэтому это такая раскольничая, по сути, церковь, которую признает вот эти вот греческие церкви, которые под сильным влиянием Канцинополя. И они считают, что вот она также автокепальная и независимая. Но большинство людей с ними служить отказывается и не признают эту юрисдикцию. Ну, потому что очень-очень спорное то, что произошло. Поэтому такие вот происходят всякие трения. Как выглядит еще один важный патриарх, о котором нельзя не сказать, это патриарх Канцинополя. Церкви, который исторически носит титул Папа. Папа – это слово, в общем, греческое, означающее «отец», «папос», «папа», «батюшка». Не зря священников нас называют батюшками, да, то есть человек, который духовный отец. Так вот, и римский патриарх, он исторически носит, носил название «папа». И до XI века это действительно был самый уважаемый, самый авторитетный глава одной из православных общин, а именно римских. Но, к сожалению, как это, опять же, часто бывает, вот это вот мирские страсти, они входят и в церковные отношения. И Папы Римские со временем начали тот почет, который им оказывали, воспринимать и обосновывать как первенство не только чести. Вот мы здесь говорим немножко в такой церковной терминологии. Первенство чести – это когда человеку воздают честь, почесть, как самому важному, самому уважаемому, авторитетному человеку. Потому что он возглавляет с самым авторитетным и уважаемым городом того времени – это Рим, столицу бывшей Римской империи. Он начал воспринимать это, ну, не он один, да, а ряд уже целых глав Римской церкви стал воспринимать это как первенство не чести, а первенство власти. И стали претендовать уже не просто на честь, но и на власть над остальными православными общинами всего остального мира. Активнее всего этому противился другой очень важный патриарх, вы можете догадаться, кто – Константинопольский. Потому что он был в то время главой, ну, по сути, уже государства, которое, ну, как бы, стоял во главе церкви и государства, который по своей политической власти был гораздо сильнее, чем Рим. Это Византия, Константинополь. Да, и он не принимал претензий Папы Римского на первенство власти. И активно этому противодействовал, что, в общем-то, привело к расколу между католической и православной церковью. Само слово «католической» не имеет ничего такого предосудительного, это просто означает «вселенская церковь», «каполическая», то есть включающая в себя «все». В православии принято говорить о том, что наша церковь православная, она кафолическая. Но, по сути, это одно и то же слово, где «ф» читают как «с», да, «т» в римском варианте. Так вот, в первую очередь, да, это был такой раскол, и, к сожалению, вот, знаете, это, на самом деле, очень интересная и такая грозная, и, на самом деле, очень неприятная тема, что сейчас мы можем стоять перед лицом еще одного раскола, вот, который мы сейчас видим из-за Украины, да, вот такая долгая, долгая ссора между русской церковью, самой большой мировой церкви, и Константинопольской, бывшей самой большой церкви. Ну, нет, православная церковь не кололась вообще никогда, за исключением вот раскола с римской церкви. После этого тысячу лет церкви не кололась. Иконоборчество было преодолено. Оно было, оно было, безусловно, но иконоборчество – это не раскол, иконоборчество – это не раскол. Это была ересь, то есть это был раскол не по принципу, мы верим в одно и то же, но мы друг другу не подчиняемся. Это была ересь, где люди говорили, вот так верить нельзя, а так верить можно, да, то есть. Потом еще униаты. Униаты. Ну, униаты – это тоже не раскол в православной церкви, да, по сути, это часть людей, которая перешла под папу римского. То есть, если мы говорим про историю, как бы, церкви православной, всего был один раскол. Это раскол между Римом и Востоком, да, между Западом и Востоком, это XI век. Вот римская церковь после этого раскололась на очень много частей во время реформации, а православная церковь с тех пор ни разу не раскололась. Да, вот, вот, пожалуй, вы правы, второе старообрядство – все. Вот, когда мы говорим про части, отделившиеся православной церкви, они постоянно между собой раскалываются. Там, протестанты, ну, Запад, да, раскалываются на протестантов, староверы раскалываются на тоже очень много разных пересектих. Но вот мейнстрим, что называется, православие, до сих пор раскололась только однажды. Это вот между Константинополем и Римом. И сейчас я почему говорю, что сейчас это не, как бы, я бы не соглашусь с вами, что это такая вещь ожидаемая или что это вещь обычная. Нет. Это, на самом деле, такой тектонический может оказаться раскол между Россией и Константинополем. Ну, как бы, очень не хотелось бы, чтобы это произошло, как вот это произошло в один столетий. Вы только тут влияете, потому что в Константинополе уже нет у нас уже Стамбуле. Да, в же Константинополе нет. Это да, но на самом деле он достаточно влиятельен. Поэтому, ну, как бы, вот. Короче говоря, возвращаясь к Паперинскому. Да. Он, дело в том, что во времена Османской империи именно Константинопольский патриарх был, так называемым, этнархом. То есть он, Османская империя ему делегировала представлять права всех греков и вообще всех православов. И с этих пор от него очень зависимые патриархи были Александрийские, Иерусалимские, Антиохийские, ну, и вся Греция. В данный момент он продолжает такая... То есть вот вы видели, кто признал церковь Украины? Александрия, Эллада и Кипр. Вот они их признали, несмотря на то, что, в общем-то, по большому счету, они понимают, что это не закономерно сделал Константинополь, но они не мог, как бы, на них очень сильно надавили. Надавило правительство Эллады Греции. Почему? Потому что во многом они финансово зависят от Греции. Ну, тот же Александрийский, они, по-моему, все, насколько я знаю, они все получают зарплату от правительства Греции. Ну, естественно, она полностью зависит от греческого правительства. Поэтому они все греты от Евросоюза. А Патриарх Константинопольский, бывший, насколько я понимаю, гражданин Соединенных Штатов. И он и служил в армии, по-моему, Соединенных Штатов. То есть он, и его избранию поспособствовали, лоббированию, я так понимаю, Соединенных Штатов. Он достаточно такой большой проводник именно в политике, к сожалению, Соединенных Штатов. Вот так что вот так вот. По-английски Римский Папа называется поп. И вы можете догадаться, откуда взялось русское слово поп, означающее священника. Поп изначально это не обидное слово, каким оно стало в 19-20 веках. Это просто было обозначение священника, батюшки. Поп – это папа с батюшкой. Не зря протопоп, авакум или авакум. Это протопоп, первый священник. А так просто попы – это священник. Ну вот, Римский Папа носит такое облачение. Мы тоже видим, да, у него похожие облачения. Он надевает нитру такую, тиару своего западного образца. Тоже носит крест. В обычной жизни он носит белую такую шапочку на голове. Нынешний Папа Римский – Франциск. Епископ в католической церкви тоже, естественно, существует. А вот это красная церковь, это кардинал. Красная – это принадлежность кардинала. Про кардинал мы сейчас поговорим. Ему нет эквивалента в русской церкви и в православной церкви. Но… Кардинал, он может сказать, и в католической церкви. Мы видим у него эквивалент такого вот амафора, митры, тиары, посоха обязательно. Ну и вот такого сакаса внешнего облачения. Что такие кардиналы? Кардиналы – это на самом деле для нас не очень понятная, не совсем понятная категория. Почему? Потому что это не сан, по сути. Да, у них тоже иерархия такая же, как и у нас. Это диаконы, священники, епископы. Кардиналы – это просто категория людей, которые будут выборщиками следующего папы и римского, ну, патриарха. Они могут происходить из диаконов, из священников, из епископов. В основном это все епископы. Да, поэтому у нас происходит такое некое смешение, отождествление. По-моему, большинство кардиналов, это именно кардиналы священника. Кардиналы-священники, но у них, знаете, у них там путаниц, вы не разберетесь. Потому что у них кардинал-священник, он может быть епископом Пассана. Вот так вот. Кардинал-диакон тоже может быть епископом Пассана. То есть у них такое запараллеленное, немножко запараллеленная иерархия. Не знаю, насколько нам нужно в это вдаваться, но смысл в том, что да, вы правильно сказали, что большинство из них это кардиналы-священники, в кавычках. Но они же могут быть епископами. Как у них это работает, я до сих пор не очень хорошо для себя представляю. Но вот внешним атрибутом кардиналов является красная одежда. Изначально кто такие кардиналы? Это либо священники, местные, возглавители местных общин, либо специально посланные посланники Папы Римского. То есть, да, люди, посланник по специальным поручениям. Вот это кардиналы. Это могли быть диаконы, могли быть священники, могли быть епископы. Но сейчас именно они участвуют в избрании Папы Римского. Будь здоровы. Их красная одежда дала название птички кардиналам. Как название коллегия кардиналов. Да, коллегия кардиналов избирает Папы Римского. У меня тут нет фото, но вы, наверное, тоже знаете, как это происходит, очень интересно. Их закрывают в Сикстинской капелле, и они теоретически не должны выходить оттуда до тех пор, пока не выгорят Папу Римского. Иногда это протекает несколько дней. Им приносят еду, да, и каждый день вечером они, получается, выпускают в трубу шашку дымовую. Да. То уже белый. Да, добавляют специальную окраску. Если его еще не избрали, то они покажут, черный дым не избрали. Ну, естественно, да. У них язык латинский. Сейчас богослужение не происходит на латинском языке. Мы еще поговорим про богослужение римской церкви. Там у них, как там, допустим, кардинал, там, кардинал Депруа, то есть, Луи Пронепанда, по-третьему, не желаете ему спасить, а потом будет там Ян-24. Да, они меняют имя, как правило, там, я не помню, кто был нынешний Франциск, но предыдущий... Бенедикт 16-й? Нет, это был предыдущий Бенедикт 16-й, до Франциска. Но Бенедикт это тоже его тронное имя. Так его назвали по-другому. Да, это он был Бенедикт. Немец, да, да, да. Я его фамилию помню, а имя... Ну, короче, его имя было другое имя. Священник, он тоже надевает такую вот столу, облачение, и выглядит тоже очень похоже. Что похоже? Вы видите, эквивалент вот Епитрофилии, он надевает на себя, видите, звук, тоже у него немножко другой формы, она не скреплена между собой, но это тоже две полоски, которые висят через плечо. И также что-то эквивалент вот этой вот накидки, да, как у нас пилонь, планш такой, они тоже надевают пилонь и своего покроя, и в нем служат. Диакон выглядит вот так, тоже с одной полоской, которая, действительно, через левое плечо, то есть, ну, достаточно похож на наших диканов. Вот, Йозеф Ратсенгетт, спасибо большое. Папа Бенедикт, звали его до того, как он вошел на папский престол, Йозеф Ратсенгетт. В англиканской церкви и протестантской церкви, ну, в англиканской церкви, которая сохраняет много еще от католичества, потому что многие другие протестанты, они вообще не сохраняют такую иерархию. Ну, по-моему, глава англиканской церкви, это англиканская церковь. Да, 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 мы сейчас на него посмотрим. Они сохраняют иерархию, что делает их такой промежуточной формой между католической церковью и протестантской. Вот они не так давно объявили у себя возможность ставить епископов женщин и священников женщин. Может быть, епископ Ка, может быть, епископ Ша. Вот в данном случае такая известная. Да, 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 вот как раз она в богослужебном облачении, так она выглядит в жизни. Вот, кстати говоря, показатель человека, что он принадлежит к миру, к священнику, это вот такой белый воротничок. Кстати говоря, у меня узнавал родственник, что в Москве тоже есть протестантские церкви, и у них есть магазины, где можно купить вот этот вот ошейничек. Но они его просто вообще не продают. Только, допустим, семинаристы наши православные могут себе купить такой ошейничек, но если они предъявят удостоверение, что они семинаристы. Ну и крест, вы видите, тоже она носит. А так она выглядит в богослужебном облачении, с посохом. Тоже мы видим у нее вот такую красивую накидку и тиару нитру. Это вот то, о кого вы упомянули, это архиепископ Кентерберийский, который только-только что ушел в отставку. Джастин Уэлби. Так они могут быть переизбраны советом английской церкви. Предыдущий архиепископ, он не умер, который до него был. Его, по-моему, переизбрали в 10-м году. Но они ротируются. То есть это не пожизненная должность. А вот Джастин Уэлби, к сожалению, не знаю. В общем, короче, он уходит в отставку со скандалом, потому что он покрывал... Он не сам виновен в каком скандале, но он покрывал человека, который был виновен в таком серьезном правонарушении. И вот сейчас он с большим треском уходит в отставку. А по-моему, это архиепископ Йоркский. Да, архиепископ Йоркский. Но вот глава архиепископ Кентерберийский, это глава английской церкви. Почему Кентерберия? Это было первое дарство, которое приняло христианство в Кентерберии. И вот вы видите, вот здесь снова рукоположенными епископами и женщинами, епископами, которые держат в свои руки посох. Но в католической церкви пока такого нет, они этому активно еще сопротивляются. Поэтому вот эта вот особенность такой церкви английской. Мы закончили с вами с основной священнической иерархии. Это диаконами, священниками и епископами. Есть ли у вас какие-то вопросы? Вот иерарх. Кто такой иерарх? Иерарх – это другое название архиерея или иное название епископа. Епископ, иерарх или архиерей. Епископ, архиерей, иерарх. Просто разница уже стилистическая, она употребляется в разных стилистических контекстах. В принципе, это все одно и то же. Какого транс между собором и церковью? То есть собора, там, где сидит иерарх, то есть епископ… А, между зданием собора и церкви. Собор, как правило, бывает в каком-то большом городе. И в соборе в основном находится какой-то архиерей. В английском это cathedral, кафедральный собор, где находится кафедра епископа. То есть кафедра – это кресло, стул, где находится епископ. Вот. Больше вопросов нет по церковной иерархии. Теперь перейдем к более низшей церковной иерархии, тем, кто предшествует вот этой его священнической иерархии. Все остальные – это, грубо говоря, помощники разных видов. Нынешнее церковное право знает два таких юридических статуса – церковнослужители. То есть те, кого мы разбирали, это священнослужители, а есть еще так называемые церковнослужители. У них две степени. Самые низшие степени – это чтец, он же певец. Это единая степень. Сейчас у нас есть тоже такое чин поставления чтеца или певца. Называется это чин хиротесия. Если рукоположение в священной сан называется хиротония, то это называется хиротесия, которое буквально означает по-гречески «рукоположение». Выражается это в том, что человеку во время такой церемонии ему тоже постригают крестообразно волосы на голове, такие кусочки волосы отстригают, да, и дают ему прочесть какой-нибудь отрывок из священного писания. Называют на него короткий плащ – филонь. Такой чин проходит сейчас в семинариях. Кстати, вот, опять же, не знаю, будет ли вам интересный день, но когда-то, я, кстати, не, я присутствовал однажды в хиротесии, короче говоря, выпускников семинарии сейчас автоматически всех постригают в чтецы. То есть они проходят этот чин, и дальше они с полным правом могут читать в церкви. Также у них есть обязанность каждый день читать священное писание для себя, самому себе. Ну и впоследствии они должны хоть как-то быть связаны в своей деятельности с церковью. Ну, как бы, помогать. Внешне он, по сути, никак не отличается. Он может одевать подрядник, такую длинную черную одежду, мы тоже на нее посмотрим, и читать вот в церкви молитвы, другие церковные песнопения и так далее. Кстати говоря, вот это выстрижение волос, оно сейчас такое символическое, но, например, на Западе это долго выражалось в том, что выстригали прямо такую лысину на голове, которая называлась по-славянски гуменцок. Знаете, гумно – это то место, где молотят хлеб. Вокруг него, грубо говоря, там всякая шелуха, а посередине, значит, оно чистое, и на нем молотят хлеб. Да, гумно, или там хранят хлеб. Короче говоря, это вот такое вот, лысенька такая. Это было принадлежностью вот священнослужения. По-латински называется тонзура. Да, тон же по-английски. Ну, и на Руси тоже такое было, вот выстригалось это гуменцок. Сейчас такое он не выстригает, просто вот выстригает волос. Чтец или певец, рукоположенный, имеет право после этого вступить в брак. Это единственная степень вообще служения церкви, которой это потом позволяется. То есть он может вступить в брак как до, так и после рукоположения. Поэтому всех семинаристов стригут к чтецам. А вот следующая ступень, это более высшая ступень, это помощник диакона, называется ипо-диакон. То есть поддиакон. Ипо, да, гипогликемия, гипо, что еще, гипотония. То есть ниже. То есть это человек, который ниже диакона. Ипохондрик, да. Ипо, ну, в общем, гипо-все. Вот это гиподиакон или ипо-диакон. Поддиакон. Обычно выглядит он вот так вот, как изображен этот молодой человек на фотографии. То есть ему дается право носить тот же самый орарь, как у диакона, но только он его висит не через плечо, а он его крестообразно связывает на груди. Вот такие люди, они, как правило, сопровождают архиерея, они ему подают свечки, помните, дикирий-трикирий, подают ему посох, ходят с рипидами, с вот этими вот апохалами, и, в общем, человеческие ему помогают. Но постриженный ипо-диакон, он уже лишается права вступать в брак, и поэтому, как правило, вот эти все молодые люди, которые ходят с архиеремией, они не настоящие ипо-диакона. Они одеваются как ипо-диакона, но на самом деле они никто не постриженный. Церковным служителям запрещается, как и всем мирянам, запрещается прикасаться к некоторым частям внутри храма. То есть это к престолу и к священным сосудам. Мы когда будем говорить с вами про устройство храма, мы поэтому немножко поговорим. А постриженный ипо-диакон это можно. То есть он может прикасаться ко всему, и быть по всему как диакон, кроме непризнанности в семье, он и некоторые другие обряды не производит. Певцы тоже своего рода должны были проходить посвящение, и по сути до XIX века на клиросе пели только мужчины. А высокие голоса восполнялись мальчиками. Почему отсюда, например, в Англии так популярны хоры мальчиков, бой сквайлс, да, потому что в том числе они могут добавить те высокие голоса, которых нет в мужских характерах. И вот мы здесь видим фотографию дореволюционную, по-видимому, где на клиросе поют, ну здесь уже и женщины поют, но в основном это мужчины и дети. Женщины по необходимости были введены на клирос, то есть стали певцами, но это произошло в основном уже в XIX веке. Они тоже, певцы, как мы здесь видим, они тоже надевали такие специальные кафтаны, специальные такие облачения, подрясники, и чтобы обозначить их принадлежность вот к такому служению. Здесь я решил собрать вам разный список разных церковнослужителей, которые существовали в истории, а потом мы поговорим, какие есть вспомогательные должности сейчас в храме, то есть кто вообще служит, помогает в храме. Вот исторически были диаконы, и еще были диаконисты. Это были женщины-диаконы, которые помогали с точки зрения окормления, помощи женщинам, потому что, например, во время крещения необходимо смазывать человека маслом. Вот они помогали смазывать маслом женщинам. Ну и так далее, они помогали в женском служении. Правда, они не исполняли служение в плане, допустим, участия в таинствах, они не помогали служить литургию, но вот помогали во многих остальных вещах. И сохранились, кстати говоря, известные такие письма святителя Иоанна Златоуста в диаконисте по имени Олимпиада, которая служила при церкви в Константинополе и помогала вот в таком служении. Со временем институт диаконист пропал. Но сейчас, кстати говоря, я недавно слышал, что в Александрийской церкви руку положили новую диаконисту и дали ей новые необычные функции. Это такое, знаете, движение, которое идет в Абликанской церкви, им разрешили быть уже и священниками, и епископами, а в Александрийской православной церкви, это по сути единственный пока такой прецедент, когда женщине разрешили быть диаконом, диаконистом, и при этом исполнять все, что делает диакон. Она может служить во время службы, вспомогать на литургии и так далее. Ну, как мы уже говорили, в церковном служителе ходят и по диаконам чтицы и певцы, в древности были также привратники, остеальные, которые следили за открытием и закрытием дверей и охраняли церкви. Если мы вспомним, вот если вы себе представите, какая была София Константинопольская, огромный собор в Константинополе, там, где было много-много дверей, мы с вами поймем, что должность эта не надуманная, а действительно нужны были люди, которые будут открывать и закрывать двери для большого количества народа и там, в том числе, быть охранниками. Ну, дополнительно, они совмещали должности письмоносцев, секретарей и так далее. Были экзорцисты в первое христианское время, это заклинатели нечистых духов, которые обладали особым даром и поставлены на это служение. То есть у них была специальная должность по изгружанию бесов. Были также гробокопатели или трудники, фоссоры или копиаты. Их должность заключалась в том, что они погребали мучеников и умерших христиан и заботились о могилах. Кстати говоря, те из вас, кто когда сталкивался со смертью знакомых, друзей, близких, знаете, что на самом деле это не лишняя должность, потому что, например, сейчас это все стоит очень дорого. Выкопать могилу – это очень дорого. Поэтому это вот те люди, которые занимались таким достаточно низким трудом, которые копали могилы, ухаживали за этим могилами, но, соответственно, они тоже это делали в рамках, будучи церковно-служителями. Также были стенографисты, эксцепторы, они записывали мученические акты. Когда христиан гнали, гонения на христиан, их допрашивали, и они записывали, вот что с ними было, это какие-то церковные летописцы. Они записывали протоколы допросов, естественно, не со стороны мучителей, а со стороны христиан-наблюдателей, и записывали, как погиб тот или иной человек, какой мученической смертью, для того, чтобы это было свидетельство о том, что такой-то человек выполнил свой долг до конца. Дальше были переводчики, герменепты, которые переводили священное писание, поучение, где были свеженные общины по языку. Например, где в приходах были обратившиеся германцы, которые не владели греческим или латинским. Вот такая интересная должность, такие церковные переводчики, которые тоже были. Кстати говоря, сейчас их, по сути, нет как такого особого института, но во многих областях мира они очень востребованы. Той же самой, там, в Америке, да, или где очень смешанные общины, там же и румыны, и греки, и русские. Ну, и также еще священосцы, которые помогают носить свечи за богослужение. Вот такой вот маленький факт, минутка статистики. В Великой Церкви императора Исиняна Великого, которую он построил, то есть, к Сафине, Святой Софии, в VI веке, штат Клирика был установлен в 525 человек. 60 священников, 100 диаконов, 90 и подиаконов, 40 диаконист, 110 чтецов, почему-то всего 25 певцов, и 100 привратников и других служителей. Вот такой огромный был церковный штат. Также еще упоминают следующее, но это уже скорее административные должности, да, бумагохранитель, Хартофилакс, или Хартофилакс, близкий к секретарю-референту, но с большими полномочиями. То есть, ну, это секретарь, который помогал, там, скажем, епископу. Главный бух. Но на самом деле нет секретарь-референт. На самом деле на практике получается сейчас то же самое, потому что бывают люди, которые были секретарями-референтами, там, владыки-епископов, они могут быть просто какими-нибудь типа дьяконами, но они реально обладают очень большой реальной властью. Прям вот реально большой. Ну, просто потому что это особенность власти, да, человек, который находится при власти, рядом с властью, он по своим реальным полномочиям больше, чем люди, обладающие в иерархии каким-нибудь большим полномочиям. Кстати говоря, в свое время меня один человек обратил внимание на это. Кто в основном становился императорами или правителями? В основном это были секретари. Тот же самый Карл Великий, он же изначально был просто, ну, помощником императора. Потом он стал императором и становился в династии. Кто был? Борис Годунов. Он был как бы никем. Он был родственником царя. Но он исполнял должность по сути регента, да, при царе Федоре Иоанновиче. То есть он был никем, а царем. Но его можно назвать премьер-министром. Ну, премьер-министром, да нет, он даже не премьер-министром, он, грубо говоря, секретарь, помощник, да. Кто стал, как назывался высший пост в государстве в советское время? Реальный высший пост. Генеральный секретарь. То есть это человек, который реально низшая иерархия во всем вот этом политбюро. Но формально он обладал самими большими поднамочиями. Так вот часто и бывает. Кто там сейчас обладает большей властью? Какой-нибудь министр или начальник администрации президента? Я думаю, что начальник администрации или какой-нибудь секретарь Песков, да, который обладает большей властью, чем по-гречески скевофилакс, скевофилакс, выполнявший должность ризничего, то есть тот, который завердовал облачениями, и благочинного, то есть тот, который следил за порядком. Кстати говоря, сейчас этот термин вы тоже можете услышать. Благочинный это некое промежуточное звено между елепископом и священником. То есть священник, который ответственный за округ больше. Почему он благочинный? Потому что он смотрит за тем, чтобы везде был благочин, благочинный, чтобы все было в порядке. Отдельный был уполномоченный по монастырям в гепархии, и уполномоченный по приходам в Сакеларии и Сакелии. Это посланники, легаты епископов, которые следили за монастырями, другой за приходами. Церковные адвокаты коллегии Эдико, то есть, ну да, как только возникает церковное право, как только церковь становится как бы субъектом общества, как только она разрешена, возникает возникает преимущественные и всякие юридические отношения, и адвокаты церковным нужны. Также был не очень понятный такой слитый чин, это парамонарий, от этого произошло слово панамарь, и должность его была безоткручна находиться при священных местах для охранения или удобства приходящих. Охранник, который одновременно был гидом, рассказывал, что тут произошло, рассказывал про какие-то церковные ценности и достопримечательности, следил за порядком, мог там возжигать светильники и так далее. Ну, сейчас... Охранник. Да, как охранник? Да, да, совершенно верно. Вот сейчас я попробовал составить список тех, кто сейчас является церковным служителем реально. Реально, если не говорить про право, а про то, что реально есть церковь. Самый важный самый концепт. Ну, здесь я не могу сказать, что здесь я соблюдаю культуры и рай, потому что они все нестут хоть свою долю обязанности. Регент хора. Это человек, который очень важен на приходе, потому что человек, обладающий хорошим музыкальным образованием, тот, который ведет хор во время службы. Ну, кстати, не всегда легко найти хорошего регента, да, он такой важный, важный певец. Это рядовой певец, их может быть несколько, есть разные хоры в Москве, но мы сейчас в Москве избалованы хорошими хорами, а вот где-нибудь на приходах бывает часто не так, там 2-3 человека, бывает один человек, который чаще всего один человек, даже в Москве на буднях поет один-два человека. Также следующий очень важный должность это алтарник или панамар. Это вот что-то типа вот этого паранамария плюс где он тут у нас был остеария плюс чтец плюс иподиакон плюс какой-то стенографист иногда плюс священосец плюс иногда ризничий ну в общем очень много он даже на сейс совмещает, да? то есть это человек который помогает во время службы он может читать он может наносить свечки подавать кодила убираться в алтаре не в самом храме а в алтаре да? свечи чистить воск собирать и так далее и так далее также он обычно чтец и звонар также есть ризничий потому что вы можете себе представить если приход богатый если там много священников там есть много вот этих всяких церковных облачений их нужно время от времени чистить сдавать чистку там стирать гладить и так далее и так далее очень хорошо когда для этого на приходе есть отдельный человек ризничий не всех могут это позволить поэтому очень часто алтарь он же не ризничий плюс они же всех их же много они разные цвета вот я на этот раз не предусмотрел чтобы сказать разные цвета облачения на разные праздники приняты разные цвета исторически так сложилось поэтому богатые приходы могут себе позволить полный спектр этих облачений которые хранятся где-то их нужно носить приносить вносить тоже много бороться с этим есть должность просторниц который печет церковные хлеба для литургии церковная администрация это староста казначей бухгалтер снабженец то есть те люди которые там привозят на машине ездят привозят допустим церковно-трапезную продукты кто будет это привозить подсобные рабочие это что-то типа вот этих трудников фостеров которые занимаются обычными делами или подекоментами часто при храмах есть воскресная школа при них есть директор и преподаватель воскресной школы который может быть священником или алтарником он может просто преподаватель церковный сторож или дежурный по храму сейчас как правило в каждом храме в Москве скажем не в день в деревнях есть дежурный по храму потому что в городах храмы как правило открыты круглые весь день кстати говоря это не так давно началось я еще помню время в 90-е когда днем храмы были заперны открывались утром вечером сейчас ну и то был кто-то кто-то среди за порядком дежурный или охранник сейчас храмы открыты целый день поэтому нужен вот человек который будет следить за тем что вы там пьяные не дебошили и так далее есть продавец вещей икон сотрудник то есть вы приходите если там выходить в кубе свечи иконы как правило есть какая-то лавка где вот это все продается нужен человек который там будет сидеть и какой консультант это недавняя кстати говоря должность появилась ее для липом уже при патриархе Кирилле это человек который будет образованный человек который вот типа как парамональ который находится для удобства приходящих он должен уметь ответить на какие-то первичные вопросы которые могут задать люди пришедшие в храм но не в церковник скажем какие-то вопросы про веру что здесь делают что здесь вообще такое что здесь происходит ну и так далее он же должен знать историю храма допустим если люди скажут а вот это что за икона он должен уметь ответить ну то есть вот такой вот дежурный по храму но с образованием социальный работник сейчас часто бывает назначают человека из тех кто там при храме работает который будет скажем обзванивать бабушек дедушек каких-нибудь которые ходили в церковь или до сих пор ходят но которые там плохо ходят или неимущие очень часто такое бывает что церковь снова возобновляет это социальное служение которого в советское время не было и заботится в том числе о бедных людях которые как-то с храмом связаны они ходят по домам иногда носят праздничные какие-то подарки могут собирать ну и так далее есть на самом деле прямо есть сейчас грузка православной церкви целый отдел по социальному служению где они занимаются вот всякими делами милосердия и так далее церковные уборщицы или уборщик тоже такой есть пособный рабочий и повар вот смотрите сколько много должностей разных которые так или иначе участвуют для того чтобы организовать благослужение церкви есть ли какие-то вопросы вот мы с вами закончили по сути с таинством священства или рукоположения мы даже смотрели больше смотрели еще и церковные какие-то должности и реальную обстановку с этим поэтому вот мы закончили с этим таинством не сейчас в оставшуюся время я как раз расскажу про оставшиеся еще одно шестое таинство одно из них мы рассматривать не будем здесь и другие мы с вами подробно рассматривать не будем оно пусть таким и останется некоторым таинством для вас те кто захочет они про этот читат могут прочитать узнать но поскольку на сверстке здесь я про него рассказывать подробно не буду кроме как мы поговорим про священные сосуды как мы это потом а здесь мы рассмотрим шестое таинство это елеосвящение или соборование определяется оно так в катехизе то есть в кратком таком изложении основ веры елеосвящение есть таинство при котором при помазании тела елеем призывается на больного благодать божья исцеляющая недруги немощи душевные и телесные то есть грубо говоря это некое такое таинство исцеления когда при нем используется елей то есть масло потому что древних времен это было одним из основных лекарств да то есть средством улучшения состояния человека сейчас оно используется больше в символическом смысле но тем не менее такой был Николай Кавасила известный комментатор он имеет целебные свойства или как елей нет масло действительно имеет целебные свойства потому что скажем если вы вот у вас кожа например сухая если вы смажете маслом по нынешнему времену косметикой будет мягче кожа да либо если елеем смазывали раны вот в Евангелии есть такой эпизод когда человек избили и человек который проходил мимо он ему решил помочь он с собой вез масло и вино и он возлил на его раны масло и вино для чего вино обеззараживание а масло как целебные свойства которые как бы затягивают раны помогают затягиваться и так далее нет ну масло действительно обладает целебными свойствами ну даже вот смотрите иногда там людям прописывают пить масло для чего нибудь для желудка оно действительно имеет некие такие целебные существа конечно нет там не антибиотик но как такое античное средство косметическо-терапевтическое оно было поэтому оно с одной стороны используется как физическое да с другой стороны как символ вот этого исцеления которое может быть дано человеку невидимым образом вот Николай Ковасев один из таких толкователей византийских он говорит что таинство Елея приемлющим его дарит исцеление от телесной болезни и отпущение грехов как источника понятия в Евангелии говорится что например те апостолы 70 которых Христос послал проповедовать они проповедовали покаяние изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли то есть вот таким образом с помазанием маслом еще совмещалось таким образом и какое-то исцеление этого человека также вот в послании апостола Якова говорится ну среди прочих он говорит если кто-то из вас болен пусть призовет пресвитер то есть священника церкви пусть помолится над ним помазать его елеем во имя Господне и молитва веры исцелить болящего то есть здесь ему исцеление приписывается силе молитв скорее чем елеем елею но елея тоже сопутствует этому как некий внешний знак вот этой вот молитвы и восставит его Господь если он сделал грехи простятся признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга чтобы исцелиться много может усиленная молитва правильно и это таинство обнимает собой такую достаточно важную сферу жизни человека это болезнь к сожалению болезнь это ну как бы неизбежная спутница любого человека особенно в более взрослом пожилом возрасте и безусловно церковь ну как бы и на эту нужду человека тоже имеет некий вот ответ один из них это вот это вот собор или идиосвящение мы не будем с вами подробно вдаваться в само это таинство скажем только что она достаточно длинная долгая дочь всех остальных таинств в нем читается 7 отрывков из апостола и евангелия ну со временем сформировался такой тип 7 отрывков из апостола и 7 отрывков из евангелия 7 молитв читается и делается 7 раз помазание человека елеем вот картинка которую мы сейчас с вами еще подробно посмотрим Рогер Вандер Вейден Нидерланды это таинство елея освящения в католической церкви где оно стало со временем ассоциироваться с последним помазанием то есть в нем немножко изменилась философия и как правило помазывали там уже людей находящихся при смерти поэтому в народном сознании это таинство стало ассоциироваться почему-то со смертью даже в наше время есть такое что люди говорят допустим люди церковные говорят своим знакомым у которых болеет человек сильно болеет вам бы хорошо этого человека пособоровать они сразу начинают бояться и говорят он еще не умирает не надо его соборовать то есть ну как бы здесь есть непонимание этого смысла что только вот соборование оно для того чтобы как-то если это можно чтобы человек все-таки выздоровел а не для того чтобы его в могилу загнать но поскольку это часто совершалось именно тяжело больными вот мы видим действительно весьма тяжело больного оно стало почему-то ассоциироваться именно со смертью хотя изначально это не так вот на практике это выглядит примерно так ставится какой-то сосуд на нем ставят 7 свечей и по мере того как происходит помазание эти свечи гасятся то есть помазали один раз загасили одну свечку помазали два раза загасили две свечки ну и так далее пока все свечи не будут погашены да или это масло оливковое просто хорошее оливковое масло да без всяких нет могут сейчас вот если помазывать ну не по времени или о помазании а допустим в обычном есть такие помазания на службах они не относятся к танец там могут там хоть вазелиновое масло добавить но вот для этого используют как правило все-таки настоящие хорошее оливковое масло вот и все его можно употреблять в пище вот видите там еще красное на дно наливается еще немножко вина как вот память того что вот эти древние средства исцеления это вилей и вино так вот это выглядит тоже на практике когда много людей приходит на соборовне сейчас такое бывает в основном это бывает великий пост многие люди и больные и здоровые приходят и проходят этот танец собором проходит священник помазывает им руки с двух сторон шею и разные части лица поэтому тот человек потом такой блестящий вот масло очень интересная картина которая называется Семь Таинств и имя мы по сути с вами завершаем наши две лекции которые посвящены Таинствам здесь изображены в разном виде Семь Таинств мы сейчас подробнее прям ближе посмотрим посередине в середине этого триптика изображено распятие Христа Божией Матери апостолы а за ними как бы изображен собор католический и в нем все остальные Таинства где люди как бы становятся частью вот этой сцены распятия слева мы видим давайте определим вот как раз что это за Таин это крещение младенца правильно это крещение младенца это средневековый женский уголовной убор я так понимаю это прическа такая популярная модная прическа да прикид такой уже нового времени ренессанса да кто здесь следующий такой Таин вот это не пройди что там да вот мы видим здесь стоит кто-то рядом детископ и что он делает пальцем что-то делает это миропомазание совершенно верно в католическом варианте конфирмация он его помазывает миром так следующее вот это исповедь да совершенно верно как он исповедуется ему прям без всякого без всяких так справа это что мы видим это брак совершенно верно вот они соединяют правые руки это брак а это как это называется с обороне деле освещения совершенно верно так подробно даже более подробно владенец собака видите прислесли вот это тоже подробно это конфирмация да я не думаю что это шут это не шут это мы привыкли к этому это просто обычно одна из накидов средневеков робин бут иногда так изображается вот такой вот капюшон чтобы не холк не был и здесь вот мы видим как затесалось еще одно таинство какое это мы видели это брак а вот это что такое это рукоположение это рукоположение правда он тоже его чем-то помазывает но это рукоположение да точно белая накидка белый он белый кандидат да мы сейчас с вами как раз у меня закончилась презентация мы сейчас с вами сделаем перерыв давайте сделаем 30 минутный небольшой перерыв и начнем в 12 20 в